Добрый вечер, друзья. Спасибо, что смотрите. Меня зовут Алексей Гомон. Это означает вы на официальном youtube канале Дмитрий Гордон. Сегодня с нами казахстанский бизнесмен, общественный деятель Арман Шураев. Господин Шураев, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Прежде чем начать, по традиции рекомендую всем подписаться на youtube каналы нашего медиа-сообщества, а именно Дмитрий Гордон, Олеся Бацман и в гостях у Гордона. Все для того, чтобы не пропустить новое интервью. Также прямо сейчас задайте ваш вопрос, напишите отзыв или пожелания в комментариях под этим видео. Мы стараемся читать их все. Я лично читаю все, что вы пишете. Поставьте, возможно, лайк авансом этому видео. Мне будет приятно. Плюс это видео увидит как можно большее количество людей. Беседа сегодня будет невероятно интересная. Господин Шураев, ну, в первую очередь, комплимент вашей футболке. У нас президент в такой ходит. Ну, слава Украине. Я тоже имею отношение к Украине. Я учился там. Юность моя прошла. Для меня это вторая родина. Вот, кстати, хотелось бы вот прямо с этого начать. Поздравить, кстати, всех наших зрителей, пользуясь возможностью с Днем Соборности. Да, поздравляю. Весь украинский народ с Днем Соборности. Да, спасибо. И желаю скорейшей перемоги. Благодарим вас. Украина отметила большой национальный праздник. Вот вы как человек, который учился в Киеве, вы уже были в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Вот можете какие-то свои ощущения рассказать? Вот как ощущалось вот это единство тогда, когда вы учились и вот сейчас после начала уже большой войны? Ну, вы знаете, когда я учился, да, еще был Советский Союз. Это был 87-й год. Мне было 17 лет. Я сразу после школы поступил в Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище на Поветрофлотском проспекте. Конечно, для меня паренька, который вырос в маленьком захолопном городе в Казахстане, Киев показался столицей мира. Ну и до сих пор он для меня является столицей мира. Он меня покорил тогда. И каштаны, и эти свечи, и люди. Ну, все абсолютно, да. Я думаю, что именно не учеба в военном училище, а там город сделал меня таким, какой я сегодня есть. Вот, может быть, такой вольный казацкий дух уже тогда чувствовался в Украине. Ну, а я считаю, что казаки и казахи — это близкая родня. Вот. А последний приезд, который случился у меня буквально вот в начале осени, конечно же, агрессия России, она сплотила как никогда украинскую нацию. Я увидел людей, которые объединены одной единственной мечтой — победить агрессора. Если раньше можно было там говорить условно, там, западенцы, там, восточная Украина, то я видел очень много людей. Я знаю, у меня очень много друзей, юности, которые родились в Киеве и всю жизнь разговаривали на русском языке, и которые после 24 февраля куда бедно перешли на украинскую ритму мовы. Вот даже со мной они общаются на мове. Вот. Благо я разумею державную мову и могу поддержать разговор. — Это очень приятно. Вот нашим зрителям даже скажу, что господин Шураев поздравил меня сегодня даже с Днем Соборности. Первый — это было очень приятно. Вот, кстати, о поездках. Вы говорите, приезжали в Украину недавно, а в интервью Дмитрию Гордону, кстати, его можно посмотреть на YouTube-канале «В гостях у Гордона» и подписаться туда. Вы говорили, что в Россию вам въезд запрещен. Вы упомянули, но не рассказали подробности. Можете, вот перед тем, как мы перейдем к повестке дня, для того, чтобы наши зрители больше о вас узнали немного. Расскажите, что там произошло, почему въезд вам заказан-то? — Ну, уже года два, как я был один из первых, кому запретили въезд. Вы знаете, четыре года назад в России была закрыта последняя казахская национальная школа. Хотя в России проживает около миллиона казах. Вообще, как бы, у нас есть такое объяснение, да? Если ты русский и любишь свой русский язык, то ты патриот. А если ты казах или украинец, который любит свою мову или свой родной анатоле, то ты националист. Вот меня российские эти товарищи, в кавычках, записали в национал-патриоты и в русофобы. Очень смешно меня называть русофобом человека, который закончил пединститут и является по специальности учителем русской словесности, русского языка и русской литературы. Ну, времена такие, мы все нацисты для них, бандеровцы и так далее. Вот по этой причине я вошел. Год назад этот список был из 20 фамилий, туда входили и несколько депутатов нашего парламента. Насколько я знаю, вот посол нынешний в Украине, Дархан Калитаев, просто попал в этот список, потому что он является послом Казахстана в Украине и иногда говорит хорошие вещи про украинцев. Вот вы говорите, миллион казахов в России, сейчас, ну не миллион, но огромное количество россиян оказались в Казахстане, убегая от мобилизации. Собственно говоря, поддержка, кстати, резко, специальные военные операции, как они называют после объявления о мобилизации, резко упала. Расскажите вообще отношения в обществе, в обществе казахстанском, к тем, кто сейчас убежал от мобилизации, приехал вообще, как они себя ведут в быту? Что можете об этом сказать? Ну, я могу сказать, в основной массе они ведут себя тихо, мирно. Они прекрасно знают, что в Казахстане большинство населения, что 90% за Украину, поэтому, как бы, ведут они в этом смысле себя. Может быть, они являются латентными имперцами или пропутинцами, но об этом стараются, как бы, не распространяться. Но, вы понимаете, у нас много было дискуссий по этому поводу, да, как к ним относиться. И, на самом деле, я считаю, что есть здравость в том, что один убежавший молодой человек – это минус-оккупант, который бегал бы сейчас с автоматом в руках где-нибудь в украинских лесах и полях. Поэтому, в целом, я могу сказать, что большинство тех, кто заехал в Казахстан, они уже уехали либо транзитом куда-то дальше, либо вернулись после того, как вот эта волна мобилизации первая окончилась. Ну, и вы, наверное, знаете новости последних дней. У нас, как бы, практически почти визовый режим в Белизе. Да, вот как раз хотелось об этом, следующий был мой вопрос. Как вы считаете, связано ли это с войной в Украине? Однозначно связано с войной в Украине, потому что, я думаю, что наше правительство, хоть оно и полуватное, оно прекрасно понимает, что Россия под тяжестью этих санкций, она только сейчас начинает испытывать на себе все эти последствия, все эти автошоки. Вот, и боится того, что у нас, если, например, после того, как объявили о мобилизации, порядка полумиллиона россиян через нашу границу прошло, то, учитывая, что будет дальнейшее обнищание, что Россия откатывает в некую Венесуэлу или Северную Корею, то люди будут оттуда убегать, и будут убегать уже не сотнями тысяч, а миллионами. А на самом деле это огромная проблема для Казахстана, если там, не дай бог, миллионов пять россиян окажутся на нашей земле. Поэтому я думаю, что, конечно же, наступит, скорее всего, время, когда будет уже полноценный визовый режим даже введен, несмотря на то, что у нас семь с половиной тысяч сухопутной границы с Российской Федерацией. Дырявые, конечно, места. Вы, кстати, вот тоже сказали, сколько россиян там, что будет большой проблемой, если заедет там пять миллионов россиян, но, как понимаю, этнических россиян на территории того же Северного Казахстана достаточно много. Вы вот в интервью тоже рассказывали, что вы сами оттуда родом. Да, этнических русских. Не россиян, а этнических русских у нас как бы... Вы знаете, да, что в Казахстане первые русские появились после первой аграрной реформы Столыпинской в конце XIX века, потом уже до Октябрьской революции вторая была ступень этой аграрной реформы, а потом уже, когда случилась Целина, то, конечно же, ну и во время войны Великой Отечественной Казахстан называют, так говорят, тюрьмой народов. Вы знаете, наверное, да, что архипелаг ГУЛАГ, его огромная часть, это Карлаги, Алжиры всякие и так далее. То есть сюда ссылали абсолютно все. Вот, поэтому на севере, на востоке Казахстана у нас в крупных городах, таких как Павлодар и Каменогорск, достаточно серьезных, почти половина населения – это этнические русские. Кстати, и украинцев 250 тысяч проживает в Казахстане. Но количество украинцев не должно вызывать насторожение, а вот такое количество русских… Понимаете, я просто к чему говорю, что мы в Украине отлично ощутили на себе, и нам до боли знакомо, когда за этническими русскими приходит российский сапог солдатский. И вот такое количество россиян в северном Казахстане, особенно на фоне заявлений, например, посла России в Казахстане, который уже углядел, зацитирую, русофобию и национализм в Казахстане. Российская пропаганда у Соловьева уже прозвучали два раза какие-то тезисы по поводу того, что в Казахстане-то вот американские биолаборатории стоят такие же, как и в Украине. Мол, что с этим будем делать? Да, он призывал атомную бомбу бросить на город Алматы, Соловьев, кстати говоря. И он до сих пор не является персоной нон-грата в Казахстане, как и многие всякие окологосударственные деятели, депутаты Госдумы, которые позволяли совершенно оскорбительные высказывания в отношении Казахстана. Тот же экс-президент Медведев, который якобы случайно у него там на телеграм-канале появилась информация о том, что Казахстан это искусственное государство, которое не имеет будущего. Но потом случайным образом, через 15 минут оно исчезло, якобы это была хакерская атака. Но все прекрасно понимают, что в пьяном бреду... Поговаривают, что господин Медведев любит опусы свои писать в нетрезвом... Да-да-да, под воздействием, да, горячительных напитков. Конечно же, угроза сепаратизма у нас есть, она была. И на сегодняшний день, на фоне событий в Украине, особенно когда вот в первые дни агрессии, когда еще было непонятно, устоит ли Украина, очень много у нас появилось любителей литеры Z. Правда, мы очень быстро поставили на место. Их где-то штрафовали наши доблестные дорожные полицейские, а неравнодушные граждане вплоть до того, что там поджигали, ломали стекла и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, я бы сказал, Казахстан это Украина образца 2014 года. У нас очень много коллаборантов, скрытых, латентных и открытых тоже, кстати говоря, коллаборантов. Причем не обязательно они являются представителями славянского этноса. Есть даже ватники у нас и среди представителей титульной нации, к сожалению. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка, видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду. За все, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал. У меня осталась 10-я одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы вы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так, за планшетик. А что делать? Приспосабиваемся. Человек такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине! Давайте немного перейдем к повестке казахстанской. Обсудим то, что в стране утратил силу закон о лидере нации, который гарантировал, собственно говоря, неприкосновенность первому президенту Нурсултану Назарбаеву. За это, как я понимаю, в том числе проголосовали казахстанцы на референдуме. Вообще отношение сейчас к Назарбаеву и вызывала ли в обществе дискуссия вот именно вот этот вот закон о лидере нации. Просто для нас, для украинцев, вот и мне сложно объяснить сейчас вот своим там согражданам в двух словах, что это вообще значит. Можете вот коротко рассказать, что такое вообще закон о лидере нации и после утраты его, Нурсултана Назарбаева, какое его будущее? Может ли ему что-то грозить теперь? Дело в том, что вы не забывайте, я вот хотел бы, чтобы мои дорогие украинцы прекрасно понимали, что Казахстан это автократия. Казахстан это тоталитарный режим, который существовал до последнего, буквально до 19-го года и до сих пор тяжело мне мою страну назвать демократией какой-то, по образцу даже той же Украины или Грузии. И если в Украине за все эти 30 лет независимости сменилось 6, по-моему, да, президентов, то у нас был один-единственный до 19-го года. Поэтому надо понимать, сколько лизоблюдов, подхалимов разных мастей работало вокруг и было свитой прежнего президента, которые в качестве вот этих, чтобы, как можно, как я извиняюсь за свои французские, лизнуть, придумали вот этот закон о лидере нации. Его отмена, конечно же, не вызвала абсолютно никакого шока или потрясения. Все аплодировали, все хлопали в ладоши, потому что я думаю, что большинство граждан Казахстана понимают, что наша страна могла бы быть намного демократичнее, намного успешнее экономически, если бы мы все-таки были бы открытой миром, построили бы экономику, в которой не государственные органы, не чиновники, играя первую скрипку, а бизнесмены. К сожалению, 30 лет прошли так, что у нас есть 7-8 олигархов, и госчиновники супербогатые, которые стали олигархами или родственниками олигархов, а простой народ в нищете. То, что отменили этот закон, это благо, но не надо забывать, что есть еще закон просто о президентах и об их статусе, об экс-президентах, поэтому ничего такого ему не грозит, но здесь появилось окошко, если закон о лидере нации, он защищал еще многочисленную родню экс-президента, теперь как бы у них этой защиты нету, теперь любого из них можно просто взять за руку и привезти в суд, и они могут понести наказание. Также был распущен парламент Казахстана, хотелось бы понять, чего ожидать от нового созыва, насколько сильное там пророссийское лобби было, и каким оно может быть в новом парламенте? Ну, я не могу сказать, что оно было очень сильным, конечно же, пророссийские депутаты там были, этого не надо скрывать, но я думаю, что, ну, процентов, наверное, было 15, и то это как бы они не были объединены в какую-то группу там, парламентскую фракцию и так далее, и так далее, да, это был, например, там бывший председатель комитета национальной безопасности, там персонаж по фамилии Башко, вот, человек с очень низким интеллектом, хотя и генерал, который пишет с грамматическими ошибками, и постоянно, было такое ощущение, что для него президент не Такаев, не Назарбаев, а именно Путин, вот. И вот вы, наверное, слышали, недавно у нас объявился депутат от национал-патриотической партии, на минуточку Акжол, который заявил во все услышание, что он поддерживает специальную военную операцию и Путина, вот. Вот, и на следующий день, буквально после этого скандального интервью, его же сотоварищи по партии подберли обструкции, и 40 человек, это, видимо, их какое-то политбюро, практически единогласно, только одна женщина была против его, исключили из цветов этой партии. Вот, чтобы вы понимали, насколько на самом деле токсичным было его выступление для партии. Вот, я думаю, что вот на предстоящих выборах в парламент очень в разы уменьшится количество желающих поддержать и отдать голоса за эту партию на выборах в Нижнюю Палату парламента. Что касается, вот, вы сказали о том, что его распустили, но этот парламент давно надо было распустить, но я каких-то иллюзий не питаю по поводу того, что у нас состоятся какие-то супердемократические выборы, потому что очень много оппозиционных политиков, которые подавали на регистрацию свои партии, они не получили, хотя подавали несколько раз под разными смешными предлогами, им отказывали. И в то же время очень быстро зарегистрировали две партии абсолютно никому, с никому неизвестными людьми, очень быстро. Вот, то есть власти наши, казахстанские, к сожалению, они не умеют работать по-новому, они не понимают, что такое демократия, и наступают на те же грабли. Вот, что и в России, что и в Белоруссии пытаются сделать парламент ручным. Хотя на самом деле наличие независимых кандидатов могло бы, конечно, очень серьезно улучшить вообще, я думаю, управляемость даже страны, потому что если у нас такая ситуация, в которой за всем порядком следит у нас глава государства, но если бы были бы независимые депутаты, я надеюсь, они появятся, потому что в этот раз открылось окошко по мажоритарным округам, могут независимые кандидаты в качестве самовыдвиженцев. 30% депутатов Нижней Палаты будут выдвигаться как самовыдвиженцы. Если хотя бы человек 10 из этих 30 человек изберется, то я думаю, что уже можно будет говорить о какой-то небольшой победе здравых сил в Казахстане. Вот вы говорите, что прямой демократии непосредственно такая, как она должна быть, наверное, в Казахстане пока что нет, но тем не менее, как я понимаю, результаты выборов все-таки, в отличие от России или от Беларуси, не предрешены. То есть люди идут на выборы, и для них, в принципе, еще загадка. То есть какие будут результаты? Когда были у нас последние президентские выборы в ноябре, там никакой интриги абсолютно не было. Там были подставные кандидаты и действующий президент. Ну, чего и следовало ожидать. И там у нас очень много ограничений. Вот, предположим, если бы Зеленский был бы гражданином Казахстана, он никогда не смог бы стать кандидатом даже, потому что у нас есть требование, что человек, который претендует на должность президента, он должен как минимум иметь пятилетний стаж работы на госслужбе. Понимаете? Это является, конечно же, откровенным, вопиющим нарушением Конституции Республики Казахстана, потому что там прописано фундаментальное право любого гражданина избирать и быть избранным. А здесь, получается, практически 90% населения отрезается от этой возможности быть избранным. И недавно у нас были выборы в Сенат. Это тоже, как бы, смешные выборы. Опять же, там стали сенаторами именно те люди, которых поддерживают губернаторы наших областей. А губернаторы наших областей назначаются, опять-таки, нашим президентом. Поэтому ничего такого в политической картине, в политической жизни Казахстана не изменилось. Мы примерно то же самое, что и Россия, что и Беларусь, к сожалению. Друзья, я уверен, у вас на этом этапе уже точно сформировались какие-то отзывы, вопросы. Пишите их прямо сейчас в комментариях под этим видео. Поставьте лайк нашей беседе с господином Шураевым, для того, чтобы как можно больше количества людей увидело это видео. Подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Олеся Бацман и в гостях у Гордона. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите, вот она чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите, вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Господин Шураев, также хотелось бы, конечно же, обсудить то, что представитель Казахстана стал главой ОДКБ. Во-первых, что вы можете сказать об этом человеке, чего можно ожидать от назначения его главой военного союза? Ну, Еманголит Асмагомбетов – это тяжеловес. Это человек, который был премьер-министром, руководителем администрации президента, губернатором обоих столиц бывшей нынешней Астаны и Алма-Аты. Человек, который до последнего времени работал послом Казахстана в Российской Федерации. И вообще, я думаю, что назначение Еманголита Асмагомбетова является попыткой Путина, даже не только его, а Путина, спасти ОДКБ. Потому что вы знаете, наверное, ОДКБ на сегодняшний день – это такой союз потешных войск, я бы так назвал. Потому что даже внутри этого ОДКБ есть страны, которые воюют между собой. Военные конфликты. Вот буквально недавно был, вы помните, наверное, конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном. Они обстреливались друг друга из минометов и так далее, и так далее. Еще вы знаете, наверное, что Армения является тоже членом ОДКБ. И несмотря на то, что в Карабахе есть российская военная база, Армения лишилась Карабаха, и никакой ОДКБ ей не помог. ОДКБ помог только год назад Казахстану. Опять же, когда россияне, русские говорят, что вот мы, казахи, год назад вас спасли, мы уточняем, что вы уважаемый ОДКБ, вы спасали не казахов, вы спасали режим, который правит в Казахстане. Поэтому я считаю, что на самом деле здесь попытка сохранить таким образом в орбите ОДКБ Казахстан. Потому что я, большинство населения Казахстана считает, что состоять в союзе с агрессором, с оккупантом, с Российской Федерацией, в военном союзе тем более нам нельзя. Потому что в прошлом году, когда президент действующий Казахстан, Атукаев, заявил о том, что нужно позвать ОДКБ на помощь для того, чтобы протесты утихомилить в Казахстане, я заявил, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что он открывает ящик Пандоры. Потому что он создает прецедент, которым завтра могут воспользоваться сами россияне. Завтра, не дай бог, если, вернее, дай бог, Украина начнет освобождать Крым, то этот карлик может сказать, вот, агрессия, оккупация российской территории. И вы, наши союзники, казахи, кыргызды, таджики, должны встать на защиту рубежей Российской Федерации. С какого перепугу казахи должны ехать воевать для того, чтобы защищать землю, которая незаконно аннексирована Российской Федерацией, мне непонятно. Почему должны наши молодые ребята ехать в Россию? Тем более, когда мы сами, как мы уже в беседе упоминали, из российского пропагандона чуть ли не ежедневно идут вопросы о том, что вот следующий после Украины обязательно станет Казахстан. Мы должны забрать северные и восточные области. Это исконно русские земли. Там растут русские березы. Ну да, везде, где растут русские березы, значит, эту территорию надо оккупировать. Понимаем логику. Перед тем, как продолжить тему ДКБ, хочу еще короткую, может быть, ремарку по поводу влияния вообще российской пропаганды в Казахстане. Насколько она там сильна? Насколько вообще люди в Казахстане смотрят российское телевидение? Возможно. Вы знаете, эта проблема существует очень давно в Казахстане. Еще 18 лет назад, будучи совершенно юным сотрудником администрации президента Казахстана, я писал аналитическую защиту о том, что нам нужно закрывать вещание, открытое вещание российских телеканалов. У нас, вы знаете, я думаю, так же, как и в Украине, есть такая проблема. Очень много казахов, которые не знают своего родного языка, к сожалению, до сих пор. И на сегодняшний день весь этот российский пропагандон, все эти Скобеевы, Соловьевы, Тиасаяны, они в формате 24 на 7 вещают и льют в уши наших граждан всю эту галиматью. И, конечно же, есть люди, немалый процент граждан, которые верят этому, которые стали жертвами этого пропагандона. И, конечно же, это очень токсично для нас. Более того, я скажу, вы, наверное, не поверите, у нас из бюджета Казахстана платится несколько миллионов долларов на распространение сигнала ОРТ Евразия, российского телеканала. Наше правительство из бюджета платит деньги для того, чтобы нашему народу российское телевидение засоряло мозги. Вот такая невеселая ситуация. Продолжим тему ДКБ. Помнят все наверняка эту встречу лидеров, которую собирал Путин. Значит, Аки во властелине колец Толкина подарил всем перстень. Ну, там Лукашенко первый натянул его сразу. Такая прилюдно этого делать не стал. Но все же, как вы считаете, вот эта встреча вообще, этот подарок, приглашение к себе, это вот воспринимает других лидеров стран ОДКБ Путин все-таки как союзников и тех, с кем в будущем он на каких-то равных условиях будет сосуществовать, например, ну, как застан, как сильная страна, например, да? Или все-таки как своих вассалов? Вот для чего вообще вот постоянно подчеркивать вот это единство? Это действительно какое-то задумное будущее на случай большой войны? Ну, вы знаете, я думаю, что Путин сейчас не в той ситуации, в которой, конечно же, он все эти годы воспринимал нас и других своих соседей, да, как вассалов. И имел на это право, потому что миф о второй в мире армии и прочее еще не был развеян доблестными вооруженными сбройными силами Украины. Вот. И в Казахстане, к сожалению, по-моему, пять или шесть российских военных баз и полигонов. Миллионы гектаров земли у нас арендованы под военные полигоны. Вот. Тот же Байконур является арендованным городом и космодромом Российской Федерации, да? Там внутри города этого действуют российские законы. Ну, я думаю, что после того, как Украина показала всему миру, что из себя представляет эта мародерская армия, что она на самом деле не вторая, а двухсотая, я думаю, что и уважение, конечно, и боязнь даже у ближайших соседей, в том числе и у нашего президента, она начала испаряться. Вот даже вы помните, наверное, буквально 2-3 недели назад президента Армении, и, по-моему, на этой же встрече заявил о том, что если россияне и дальше будут мочиться там, бояться и не будут помогать, то Армения просто хлопнет дверью и выйдет из этого ОДКБ. Она отменила учения совместные, кстати, и Казахстан отменил совместные учения в рамках ОДКБ. Поэтому, я думаю, это очень серьезный звонок, и я думаю, что максимум год-полтора, и этот ОДКБ распадется, чего мы очень хотим, будем этого требовать. У нашего правительства времена меняются. Я думаю, что все это логично, все это правильно. Я думаю, что всему виной будет именно перемога Украины, в которой я не сомневаюсь. Да, будем надеяться и верить в вооруженные силы Украины. Вот еще хотелось бы обсудить такой вопрос, который, в общем-то, сейчас во всех почти беседах, на просторах интернета, на телевидении, конечно же, мы говорим о том, чем в итоге закончит Путин, который пошел all-in, который идет ва-банк сейчас с войной в Украине. И вот смотрите, мы вот с вами вспоминали пример того же Нурсултана Назарбаева. Вот человек 30 лет был президентом независимого Казахстана, в итоге сложил полномочия, сказал, я теперь, значит, простой пенсионер, да, как он там, чуть ли не цитата. Вот, и даже при том, что сейчас вот этот вот закон о лидере нации, значит, ну, не аннулировали, он перестал действовать, все равно вы говорите, что там действует другой какой-то закон о президентах бывших, который все равно его обезопасивает. Как вы считаете, вот этот вот сценарий для Путина может сработать? То есть он тоже в какой-то момент просто скажет, все, я теперь тоже простой пенсионер, отстаньте от меня. Или же все-таки это разные уровни, и он закончит совсем не так? Я думаю, что, конечно же, в отличие от Путина, Назарбаев ни на чью страну, на чужую землю не претендовал, войной не шел никуда, вот. Поэтому я думаю, что... Ну и наш президент, надо сказать, это, наверное, будет урок и нынешнему президенту Казахстана, да и всем президентам, которые сидят и являются лидерами тоталитарных системах, тому же Лукашенко и тому же Путину, да. Вот сейчас Назарбаев на самом деле, я думаю, ему настроение у него, не думаю, что очень хорошее, потому что, вы знаете, да, город, который в его честь переименовали в 19-м году в Нур-Султан, обратно переименовали буквально два месяца назад. И сделали это те же самые продажные депутаты нашего парламента, которые до этого за два года единогласно проголосовали и плакали, когда он уходил, вот. То есть, я думаю, что и Путина, и Лукашенко окружают такие же политические проститутки в этих Госдумах разных и в парламентах в Беларуси. Поэтому это очень большое предостережение. Ну а Путину, я думаю, одна дорога, либо в ГАГу, либо самому залезть в этом бункере, в петлю залезть. Поэтому у Путина, я думаю, что конец однозначный, предрешенный. Так же, как и у Лукашенко, который является кровавым пособником Путина. Будем верить в то, что диктаторы, которые либо ступили на украинскую землю, на чужую землю вообще, либо им помогают прислушиваться к вашим рекомендациям. Арман Шураев, казахстанский бизнесмен и общественный деятель был сегодня с нами. Друзья, обязательно напишите отзывы об этой беседе в комментариях. Подпишитесь на YouTube-каналы. Дмитрий Гордон, Олеся Бацман. В гостях у Гордона для того, чтобы не пропускать новое интервью. Ну и поставьте лайк этому видео. Мы стараемся для вас. Спасибо и хорошего вечера. Спасибо. Слава Украине. Героям слава.